Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов. Продолжаем монологи о нахлости. Опять из магазина, из торгового центра Extreme на Смольной 63B нашего этажа 2,5. Что я хотел сказать? Что весь мир как-то становится добрее, юмор становится тоньше, отношения между людьми, которые на самом деле такие хрупкие, становятся прочнее, нежнее и даже в нахлости люди переходят в ловле, ну, например, одноручником с 5-6 класса на 2-3-4. И если, например, 10 лет назад 2-3 класс удочку трудно было увидеть на реке где-нибудь в Европе, то сейчас я ловлю на европейских реках достаточно часто, увидеть удочку 5-6 класса практически невозможно. Если это не Камчатка, если это не Скандинавия. А ловля хариуса, форели, головля, езя, платвы, ельца, жереха и даже щуки, если, правда, есть любители использовать вот такие мухи, как на таймене, что совершенно не обязательно, успешно можно муху ловить небольшими стримерами. Все это ловится легкими удочками. Ну, цивилизация движется в нашу сторону, хотя мы по-прежнему, так сказать, положим дубину на плечо, сядем в большой внедорожник, а если встретим на дороге медведя, то дадим полбу, снимем шкуру и обиважим вокруг себя. Надо становиться как-то более джентльным, на мой взгляд. Так вот, об удочках легких. Они, естественно, вот сейчас стал более и более популярен. Нимфинг, евро-нимфинг, чек-нимфинг и так далее. Это удочки легких классов. Если мы не говорим о спорте, потому что сразу у меня есть любители сделать замечание, что, ну, оно в спортивном рыбной ловле нахлос там четверки-пятерки. Да, но мы, вообще-то, в соревнованиях никто из нас и из вас не участвовал пока в международных. Поэтому для обычной ловли второй-третий класс более чем достаточно. И, ну, как я сказал, у нас в средней полосе удочки, когда вы ловите головля, обычно удочка шестого класса, она выглядит, ну, некоторым безумием. Да, может быть, вы хотите поймать головля в пять килограммов, я не знаю. Пятый-шестой класс, это уже ловля кумжи на верхней варзине. Это камчатка с мякижей и гольцами. Ну, шестой класс, это хорошо. Вот, наша основная удочка, основные удочки, и это мы видим на продажах, становятся именно легкие классы. Они могут быть как покороче, так и подлиннее. Ну, я выложил здесь, на самом деле, я во всех этих удочках рассказывал. Да, не стану даже доставать. Вот чудесная удочка у нас Харди Ультралайт, третий класс, 10-10 футов, легчайшая. С ними проблема, удочки стали легкие, но прочные. Проблема подобрать старые катушки. Мы покупаем часто новые удочки, а катушки у нас не подходят, потому что удочки стали гораздо легче, и они, ну, не балансируются. Приходится покупать такие же дешевые, не дешевые, но легкие удочки к удочкам и катушке, чтобы баланс лучше выдерживал. Но вот к длинным, к 10-11 футовым удочкам можно использовать и старые катушки ваши, ну, или что-то просто потяжелее. У нас нимфовые удочки и легкие удочки представлены в самых разных категориях. Это от Шекспира дешевого, Эхо недорогого, и дальше Харди, Винстон, Томас. У нас любые удочки можно использовать. Ну, вот у меня здесь представлена чудесная удочка Эхо 2-го класса, но это 7,3 фута. По нашим любимым ручьям, а я недавно был на своем ручье и видел 4 поколения гольца. Ну, в этом году у нас не так много, к сожалению, малькам, но мы надеемся на лучшее. И сейчас работаем над тем, чтобы и кумжу получить, и с Хариусом ищем пути, ну, и будет небольшое зарубление и гольцом. Так вот, ловить, конечно же, это 7-8 футов максимум, двойка-тройка, ничего другого здесь не надо. И таких ручьев масса. И, кстати, там есть не только там, где гольцом мы запустили, но и другая рыба, и платва, и галавль, и елец, и чего-то только там нет. Вот, дальше у меня лежит Zephros Ultralight 3-шка 10-футовая. Вот у меня, кстати, такая для ловли чек-нимфинга, без шнура я использую. Вот, двушка, двушка Ultralight LL 11,2 фута. Для меня немножко многовато, длинновато, но она безумно чувствительная. Не только касание там нимфой, настоящей другой нимфы, но даже движение воды, как поклевка, чувствуется очень нежная, очень такая чувствительная удочка. Демон тоже есть, относительно недорогой, трешка, но это 7-футовая. Ну и вот, эхо еще у нас, Евро Нимфинг, так она называется, 10-футовая трешка. Короче, они есть. Вы решите для себя, что вам нужно, ловите ли вы только нимфой. Я стараюсь, если я ловлю легкой вторым, третьим классом, то 10-футовый. Она и для, подходит и для нимфинга, и поставил другую катушку с шнуром, выходы как только есть сухой мушки, чтобы можно сделать далекий заброс с сухой мушкой. Если вы чистым нимфингом собираетесь заняться, это 11 футов, 10,5-11. А если вы любите лазить по ручьям, то это покороче. Но я хочу сказать, что и даже на ручьях в последнее время, раньше я 6-7-футовыми удочками ловил. Теперь часто маленькая дырочка, подойти ближе рыба пугается. Поэтому подходишь за 2 метра до реки тихонечко и туда эрокастом отправляешь нимфу или сухую мушку. То есть вам нужна длинная удочка, а не короткая. Опять же, здесь масса нюансов. Не об этом сейчас речь, а о том, что если вы по-прежнему ловите пятеркой, то похоже вы отстали от жизни. Вы грубый, вот с дубиной в тигровой шкуре. Подумайте, где вы, на стороне цивилизации, добра или зла. Вот, это все, что я хотел сказать. Приходите, трясите удочками, пробуйте легкие удилища, не ломайте руки, спину и шею. Будьте на стороне цивилизации. Пока. Продолжение следует...